Юлия Шайхмедова уже 13 лет работает на заводе растительных масел в цеху по розливу. В обязанностях проверка, подготовка, запуск и контроль работы автоматических приборов. Признается, дело нелегкое, но интересное. Восьмичасовой рабочий день проходит быстро и в удовольствие. Мне здесь очень нравится работать. Сюда привела меня моя мама. У нас дружный коллектив. Да, были взлеты к детям, были и падения. Но это мы все пережили. И сейчас все хорошо. Перед тем, как готовый продукт попадает на стол потребителю, он проходит технологические этапы. Сперва семена рабца и подсолнухов сушат. Затем идут прессование, экстрагирование, рафинация, фасование. На выходе получают высококачественное масло. На выбор две марки – Адериха и Рафини. Как с запахом, так и без. На полках магазинов можно встретить их под названием «Шеф-повар», «Бобруйская», «Шалом», «Постная». Наше предприятие занимается как получением масла, так и его переработкой. У нас два основных такие цеха на предприятии. Это цех по переработке масличных культур и цех ФХР – физико-химической рафинации масла. Производится до 20 тонн масла в день. Производительная мощность цеха ФХР – 70 тонн в сутки. Продовольственная безопасность – один из главных вопросов для государства. Отсюда и такое пристальное внимание со стороны власти. Так, сегодня Бобруйское предприятие посещает помощник президента, инспектор по Могилевской области. Леонид Мартынюк лично знакомится с производством, заглядывает в каждый цех. Плюс директор завода рассказал о грядущих планах. Например, задача на этот год – переработать 40 тысяч тонн рафса. С этих 40 тысяч масла, 7 тонн рафса мы, по сути, получим, при выходе 40%, мы получим 16 тысяч тонн масла. Вот это то масло, с которым будет жить это предприятие целый год. Безусловно, на сегодня огромнейшее значение вырастить урожай, собрать его, собрать с минимальными потерями. Ну и, безусловно, те перерабатывающие предприятия, которые на сегодня в области, должны быть готовы принять урожай и получить из него максимально полезный, максимально важный, востребованный продукт. Уборка рафса в Бобруйском районе завершилась буквально на днях результаты, потери и планы, темы для беседы в поле. К слову, в филиале пищевик «Агро» уже на молодселе 702 тонны. Урожайность 28 центнеров с гектара – это примерно на 40% выше прошлогоднего показателя. Погодные условия сложились так, что весна холодная была, и потом в период налива масса семян подвела погода, жаркая стала, без дождей. Заготовка рафса выполнена на 100% по плану. Осталось доставить урожай на Бобруйский завод растительных масел, где, как показал рабочий визит помощника президента, всё готово к производству и реализации продукции. Ольга Васенда, Павел Зуев, Бобруйск, 360.